так всем доброе утро погода хорошая вот солнышко уже светит время ровно шесть часов вот они мои куры здесь гуляют выпустил их там лебеду повесил они ее гербанят потихоньку гуляют в общем глину чуть-чуть раздавил засохла вон они ее там наклевали расклевали в общем сидят ну не знаю сейчас вот по поводу гона голубей могу сказать одно что я за два дня потерял 4 штуки ну и как бы двух очень хороших и двоих неплохих черного и еще одного в общем потерял голубку самую хорошую свою по желтым кольцам вот позавчера позавчера в общем не опустились а трое одного я видел он забрал ну другие не опустились а что там было и не знаю он их загнал голуби до этого сидели закрытые полтора суток вот выпустил и они у меня космонавты как всегда дернули туда ну и прилетел папа и дал им газу вот такие его дела и судя по вчерашнему гону как бы вот ну начал снимать видео пока зашел в голубятню вот звонил артем вот и потом звонил славик я уже после всего отключил видео и перезвонил обоим в общем пока я лазил в голубятни у меня забрал черного и забрал у славика как вот и показывал славик живет вон за теми елками у нас вот мы троем держим вот там вот так вот прямо за елками живет славик и вот за той красной крышей там вот живет аслан мы как бы сначала славик поднял голубей я не видел что они у него оторвались вот потом я уже так чисто без фанатизма чуть-чуть пугнул вот чтобы молодежь пошла ну не еще там несколько сорвалась и потом пошел в голубятню там показать птенцов ну это видео я удалил я и даже не стал выкладывать в общем что могу сказать могу сказать что видимо у сапсана уже есть дети сейчас на данный момент они атакуют очень даже сильно и в основном и парами они атакуют вот вот то что было вот вчера могу сказать одно у славика забрал черного у меня забрал черного и в это же время у артема забрали еще двух белых бакинцев там куцу и еще одно молодого и все это произошло ну в течение получаса течение получаса вот у нас троих сапсан забрал четыре штуки поэтому я не знаю там как у кого у нас нету части деревятника тетеревятник видимо в поле есть птички и все остальное он очень редко прилетает вот и как и говорю он гоняет на высотках там на пятиэтажка где я живу он там гоняет дикарей по утрам это вот вот в это время в шесть в пять утра вот я выхожу в гараж иной раз вижу его а так вот здесь он не появляется ну а сапсан он видимо уже приелся здесь а дикари летают по над елками по на деревьями по над крышами дикарей здесь уже хватает ну как голубь поднимается на среднюю выше средней это уже все считай что голубя нету я не знаю там как у кого но судя даже по вчерашнему дню вот ладно там позавчера позавчера кстати у артема тоже двоих забрал вот у меня пропало трое одно артем видел обоих что забрал артем живет на к на краю поселка и там сразу поле вот у него забрал вот два дня у него уже тоже минус 4 и до этого у него забирал ну вот вчера вот то что это сто процентов я могу сказать судя по времени судя по времени минус 4 штуки за промежуток в полчаса даже не час не ничего там чтоб сапсан поймал голуби отнес гнездо и опять начал охотиться нет это отпадает я думаю их здесь очень до хрена поэтому они вот так вот и уничтожают голубей 1 часу зайду вам выгоню их и так вот просто так напугаю кто полетит значит тот полетит остальных даже трогать не будут лишь бы они не пошли в лед настроение что вчера что позавчера никакого не было ни с каким гоном ни с чего в общем вчера первым делом то что я сделал зашел в голубятню и начал резать крылья голубям оставшимся которые есть еще более менее неплохие есть еще там ну тогда и гонять нечего будет одна молодежь останется дрова ханы так что вот так ладно сейчас я наполню что тут телефону ранее выгоню голубей вон шейка сидит я даже не стал его подпугивать вот он голову пойдет наверх и все и его сожрут стрижи уже гоняет вот сколько здесь а три шесть семь штук взлетели сами но в основном все молодые взлетели вот нам им пока полетать беленький там один летает вот это сын вот эти голуби по желтым кольцам полетели да там 99 процентов но по три месяца голубям грубо можно так сказать вот она вот она вот она вот июперисы ты думаю чё не обосрались и я тут со своим телефоном стою ой блин вот так вот с одной стороны кошки мозги делают вот стоял бы сейчас вот сидел бы здесь сейчас покажу вот она лежит лекарство от кошек прошивает насквозь эту кошку поставил я туда на 164 килограмма газовый поршень витую пружину убрал как-то так когда сидишь ждешь тогда не ничего не получается вот стою вот все в онлайне снимаю они вот так вот сделала так кошка прискакала он черный молодой чё-то резко себя скинул некоторые стали линять он как эти так эти молодцы вот они поднять начали подниматься ну вот подожду пока вот этих дамам чуть-чуть полетать может быть придется псан не знаю сейчас рано вот вчера погнал я 8 часов утра вот где-то вот на такой высоте он их расхомячил голуби не полетели вот выше в две кучи летали там половина ну как всегда одни чуть-чуть оторвались а другие летали по низам и пока я пошел вот показать пескунят начал звонить славик как бы он звонит только по делам когда что-то там прилетело чужой залетел или сапсан разбил голубей вот только тогда звонит и точно так же и артём артём в 7 8 утра не просто так никогда не позвонит поэтому я не знаю там у кого все зависит как и говорю от региона здесь их столько этих сапсанов я не знаю вот до этого ну грубо можно сказать месяц он вообще не трогал даже вот как-то я гонял он он мимо пролетел и не тронул голубей или одну атаку и сразу же ушел вниз воду этого я ролик снимал я не знаю зацепил его там одна атака и все вот они чуть приподнялись вот так вот вот ну до пол лета еще не поднялись но достаточно вот этой вот высоты чтобы он их там а захомячил тут принципе любого любого заберет в основном вся молодятина просто им дам полетать так по поводу сейчас голуби тома чуть-чуть приболели и все остальное у меня у самого вот я так думаю что вот у меня молодые как и говорят что они подвержены вот как цидиозу и всем остальным сейчас пойду прочитаю там какие препараты я вот пропаивал до этого сейчас секунду на паузу так в общем два препарата я покупал вот заказывал два препарата триховед и как цвет там все есть в инструкции пропаивается 45 дней вот ну вроде бы некоторые молодые отошли все нормально но не знаю сейчас вот у нас постоянно сыра поэтому не знаю вроде и погода вот вроде восстанавливается а там кто его знает он они поперлись а там почему-то трое снизу ниже летают стоя здесь летает не вон развалились а кувыркается не знаю что за красный наверно голубка красную голубку не порезал а вот она сорвалась надо надо пугать остальную ставить чтобы это уже никуда не урулила сейчас красная может оборваться еще и будет и минус красная вот они в сторону отошли ну на такой же высоте мотаются сейчас возьму удочку и попробую подпугнуть пускай полетают и остальные чуть-чуть и осадят этих вон они уходят на большой круг сюда тянутся чё туда поперлись что вот так вот так ну там еще молодежь лентяй и синята остались кто-то бьет вот лентяй чилька бьет она на детях вот здесь а вот черный стоит лопух не хоть чуть-чуть не заматерил ни хрена не хочет летать бьет и бьет вчера вот порезал черную голубку порезал с белым перышком другую под перину и черный которые сразу же отрываются он перка бедолага пошел в лед вот он прошлый раз прилетел в общем позавчера когда гонял когда пропали голуби вот этого правда не видел во сколько он прилетел а некоторые прилетели ближе к двум часам дня а погнал я их 8 утра вот прилетели на средней высоте вот оттуда снизу поселка со стороны артема прилетели вот сейчас некоторые придурки вот они тут разбрелись а здесь вот эти вот мотаются молодежь да лентяи лентяи попадали а вот одна стая начала собаки подниматься они сейчас присоединятся ко второй может быть закрутят и опустятся или же кого-то потянут наверх вот вот здесь одна стая белый в основном да те соединились а вот она стая соединилась а одни поднялись а в первой кучи к молодым пошли наверх вот белые стая вот в основном белые здесь тоже 2 мраморных сизы остальные белые молодятина здесь мотается здесь что-то разбрелись а все туда-сюда носятся лишь бы не пошли наверх я думаю вот если куча соединилась они кучей большой не идут наверх вот они сейчас закрутят да и опустятся видимо надо вчера вот я был у радика угонял вечером уже после пяти даже шесть наверное вот так вот вы беспокойно полетали и сели видимо и я так начну делать вот в течение дня трогать их не буду какой-то мраморный чубаты сел вот он это вообще не мой голубь у меня может быть его у него чубаты молодятина тут крутится один белый все-таки пошел наверх и красный один одиночка мотается чуть повыше вон он стая вот опускается я принципе так и знал вот сейчас вот как и говорил вот вот сколько они первая стая полетела вот молодежь которая полетела они маленькая вот штук 15 10-15 они начинают отрываться и летают долго вот такая вот куча ну не там вот в любом случае вот в этой куче там есть какие-то лентяи есть молодежь которые послабее они тянут вниз куча и закручивает вот взять просто-напросто погнать выборочно это как бы чревато то что голуби полетят и в общем куда-нибудь они ушуруют чапка тоже отдельно летает вон она выше стая зараза поднялась а вот как ее не погонять ее надо обязательно гонять посмотреть что она стоит вот она как был останавливается уже голубка уже в пару пошла два белых отдельно тоже летают вон он один а это перка ах ты негодяй вот его тоже сожрет рано или поздно сожрет он уже на посадках начинает неплохо играть голубь он даже не знаю кто он голубь голубка он еще маленький не паруется не вот так себе ведет он то кувыркается то так вот можно сказать лодочку он тоже иной раз исполняет по моему вот останавливается там но он маленький также ему вот месяца может быть два три и в сторону гад уходит вот прошлый раз он прилетел в обед а сейчас вот куда поперся вот вольерный один он 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 по над деревьями на бреющим полете носится тоже вот молодая голубка из-под хороших но может это и не она не знаю вот они сейчас я им покажу закруты на паузу или нет надо им дать дать сидеться потом можно припугнуть какие-то вот слышно там один-два голубя сыграла остальное все и все что в принципе неплохо летала играла я уже порезал как сказал вот эти вот остались сейчас будут здесь мотаться там белый остался перку уже не вижу ушел уже наверно выше и в сторону ушел вон он он по моему вон там наверху здесь сейчас буксовать будут ладно сейчас на паузу некоторые уже спускаются эти вот стою куре вон они то что остались а чуть-чуть голубей они уже стали опять высоту набирать они полетали полетали по низам кто-то там начинает тверка начинает кувыркаться играть потихонечку то него час вот так полетает полетает и начинает опять набирать высоту вот только что были по над крышами вот они поднялись они как бы и начинают здесь более часто останавливаться вот черный перка еще там белый вон они у два черных мраморный вот они периодически кто-то кувыркается кто-то уже щелчком бьет большой куча они не играют вот хоть ты обосрись они ничего не делают но буду пока гонять вот большой кучей потому что я как и сказал вот можно сказать самых лучших голубей из голубей от нее просрал вот он здесь голубь остался где он желтым кольцом сейчас покажу я его порезал вон они синие крылья у него кончики также было и у голубки также не сел мой черный на сачубы который вилкой был хвост изначально был подперен и потом я вырезал я его как-то показывал на видео порезал своего перса вот он космонавт синим хвостом вот эти вот бешеные временные результаты они мне как бы ни к чему как я и сказал вот то что там спрашивают почему так вот чем дольше летаете меньше живет так она и получается кто что кто летает хорошо и идет наверх рано или поздно он там остается я не знаю там одни говорят может быть да может голубка кормила детей голубка у меня жила третий год по желтым кольцам и гонялась а и зимой и летом ну первый год гонял их второй год зим зиму я порезал и вот в этом году голубка уже летала вот анчак мерзавец не хочет летать пошел сейчас я припугну наверное их пусть они эти вот они так удалю чуть-чуть поднялись сейчас этот табун спугнул пусть они еще десять кругов сделают на паузу кого-то спугнул дикую вот хвост таки завязанный остался вот она зависла кто бьет не знаю только слышу чтобы убьют вот они удалил все носятся можно конечно помахать чтоб не садились ну вот так вот даже улету я думаю кто тут тянет он иной раз вот уже как бы и по ходу начинает зажирел кабан но его вот трогать он детей кормит сейчас его и детей и вятник вот он хочет хочет выпрыгнуть стая был лед набрал чуть-чуть полетал вот он выскакивает голубка не знаю где если честно может на крыше сидеть может тоже где-то голубку я не видел что она бьет вот она знаю надо уже посмотреть вот с этими бакинцами не лед вот этот вроде и стараешься и начинают они вроде что-то показывать потом теряешь атаку тоже заберет вот так вот в космос не идет не летает я уже об этом думал может быть и поменять голубей смысле вот породу чуть-чуть хотя держал такого черныш какой-то бьет таки долетается но хреб и все и только перья на подушку сюда упадут этим он придурки тоже опять вот они поднялась кучка опять кто-то кто-то обрывается наверх черный какой-то пошел опять наверх вот это первая куча летает они наоборот от них вверх начинают дергать думал сейчас упадут красный красный какой даже не знаю которого завозил или голубка моя стоит вертолет все понятно что у них дети они засиживаются все остальное может не периодический гон вот он стал он лететь не хочет не знаю голубь это или голубка у тоже в принципе дети нет это голубку не чуть-чуть спросите хвост вот и ей тоже бы не летать их вот хвост говорю и крылу я не порезал голубь не знаю где голубь может где-то мотается вот такого белокрылого вот который летал вот он лентяй вот он лентяй летает про которого я говорил чиль которых мне подарили из дагестана вот белокрылый который хорошо летал вот опять этот мраморный чубаты он может быть уйдет домой и он пошел пошел туда хотел сесть а наверное скорее всего это вот белым голубятника вот он он сюда опять возвращается может уйдет к нему домой он начал подниматься у меня мраморных чубат их нету я не знаю че это может быть и не его ну не знаю остальные вот они пока сейчас вот буду пока болтать тут их он размажет их в этом голубом небе это не белые в основном поразлетелись а вот стая сейчас потянет их вниз и все на сегодня на день хватит трогать не буду буду кормить потом по своим делам надо ехать оставлю их это белый белый взрослый начал подниматься он он играет где черный вроде бы тоже опускается вот так вот идет домой и эти чуть повыше развелись вот ладно на паузу я подожду это черный что за черный паузу надо кольца посмотреть надо что-то свастом делать я понял это голубка голубка моего носочубого голуба эти вроде бы уже при опускается буду отходить отсюда пусть они быстрее садятся вот они что-то как сдекорили резко с высоты начали падать испугались а вот мой перка вот она напускается вроде бы сейчас подожду вот здесь остались а несколько штук с на паузу вот мраморный чубаты опять сюда приземлился вот он согнали его с антенны садится я уже присел сюда в тень в общем здесь трое белый остался не знаю где перка перка тоже он они сзади заходят вон перка летит вот мраморный молодой тоже начинает перка вон со стороны солнца стоит играет уже вот него щелчок получается он дикарь пошел испугал их они вон опять мраморный потихонечку тоже начиная все опять разлетелись и один черныш космонавт вот он он мотается на там он ждет когда его папа при прилетит с добрым утром скажет эти вот они опять поднялись вот он перка ладно на паузу будет садиться если что покажу так вот он перка вот он на посадках тоже уже начинает так потихоньку а потом начинает как баш по ходу она вот 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 что делает и мраморный тоже начинает молодой и перка уперка под посильнее мраморный только-только начинает никак не сядут опять чуть-чуть приподнялись вот он вот он блин я не могу поймать его когда он начинает на посадку именно заходить то с одной стороны вот так его не гонять он только учится и мраморный вот он мраморный то же самое пытается вот тоже и за ним повторяет и сам тоже пытается что там вот так вот молодцы до вечера их трогать не буду ну и остался где-то черный который как я и сказал он ищет себе приключения сейчас покажу вот она она куда ты пошел ты его потерял он вниз 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 поселка пошел с на паузу так но все в принципе вот уже опять входящий звонок вот его звонит голубятник может у него разогнал где его тут мраморный чубаты где-то сидит где-то вот на этой вот антенне должен его стой нагнали куда-то сюда приземлился вот а черный куда-то умотал опять на большой круг что-то испугался и умотал даже не знаю ну все на этом я буду заканчивать видео сейчас вот открою пусть они гуляют отдыхают я тоже сяду он еще раз кофе попью а вот гонять голубей я не знаю или же очень рано утром вот вот 6 до 6 поднимать или же попозже вечером ну а по поводу голубей вот болячек я даже не знаю я в этом деле не очень можно сказать такой же как и все профан поэтому особо не разбираюсь вот до этого вот как и говорил вот я давал вот этот йоденол вот от поноса вот он более крепить желудок можно заваривать вот эту кору дуба люди вон ее и полоскают полосы рта вот он заживляет вот когда стоматит бывает все остальное вот кору дуба заваривают ее люди принимают потому что там как есть вот эти дубильные вещества она крепит желудок можно попробовать это это никаких побочных побочных эффектов не будет это все растительное вот именно кора дуба она крепит поэтому как-то так вот не знаю ну и все остальное я не знаю можете залезть на в компьютере посмотреть сайт есть орнифарм можете там посмотреть вот препараты вот то что я назвал до этого вот два препарата триховед и как ци как цвет вот это именно вот вот как цидиоза вот когда молодежь будучи в гнезде вроде бы нормально потом спрыгивает и начинают чахнуть в общем вот такие дела всегда какие-то проблемы тем более когда вот большая куча голубей что-то вот 1 2 3 может и 10 могут напыжиться сейчас он есть вот вот там один он молодой песененок вот тут как бы вроде бы и жрет и все остальное но пожрет до сядет что-то с ним не то так вот так вот ладно еще раз всем удачи всем пока гоняйте голубей по возможности учеб самый первый в голубятню вот так как то так ладно всем пока вот так вот